Пришли сюда возвесить волю Божию и людям, что ожидает за то, что здесь делается. И о великой радости, что Иисус умер за грехи людей и воскрес, и дарует прощение всем, кто просит Его, что впредь не возвращались на грехи. Понятно. Вот желаете больше узнать? Зайдите по скайпу, можем побеседовать. Игнатий Лапкин называется по скайпу. Ну, извините, у меня его нет, у меня времени нет. Ну, можете зайти на наш ютуб-канал, можешь зайти. Ему равных нету в мировой сети. У меня своих роликов 20 тысяч 800. И сколько у вас подписчиков в ютубе? 46 тысяч и просмотров 46 миллионов. И как ваш канал называется? Во свете Библии. Это Библия в ее свете. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин это вы получите? Это я. Мне 81 год. Приятно познакомиться. Во свете Библии. Вас как звать-то? Меня Даниил. Даниил? Да. У вас все божественное имя. Там кажется избранный Богом. Из еврейское имя. Вот так. Так что заходите по скайпу. Хорошо. Еще раз. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. И в скайпе вы меня только зарядите. Я один на весь интернет с этой фамилией и именем. Ну я понял. Ну ладно, до свидания. До свидания, Данилушка. С Богом. Дела. Пришли сюда. Возвестить волю Божьей. А дела такие. Кто исполняет заповеди Божьи, те дела его идут вверх. А кто не верит, дизлайков миллиарды в аду будут. Так, вы можете зайти на наш даже YouTube канал. Самый большой в интернете мой канал. У меня... Какой? Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете». У меня 20 850 роликов своих. Вы там разбираете Евангелие? Да, не только. Мы строим православную деревню. Дальше. Миссионерские поездки. Мы 120 тысяч километров прошли. Всю Европу, Америку. И везде я дарил свой комплект книг, которые мои книги вышли. 38 томов. Сделали подарок на 35 миллионов. 650 городов. Скандинавия, Прибалтика, Европа. Все. И вы все-то найдете. Все снималось. Как мы в мусульманских республиках, как встречи с мусульманами были, беседы. На основании Слова Божьего. Мы строим деревню православную одна пока на всю страну. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Вот и уважение. Уважение моё к вам. Спасибо. Храни вас Господь. Заходите. Если Игнатий Лапкин по скайпу зайдете, я скину все свои ресурсы сразу вам. Спасибо, Господи. Всего доброго. Да благословит вас Господь и ваше семейство всё. Крест из мёртвых на третий день. Будущее распитым. Поэтому мы свидетельствуем о том, что здесь. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Миллиарды дизлайков будет вековечное. Если у вас есть духовный вопрос о душе, о вечности, о спасении, о будущем, можете задавать. Я могу пригласить на свой канал. У меня видеоканал самый большой в мировой сети. Моих только роликов там, своих. 20 850. И как туда попасть? Зарядите во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Ещё раз. Да. И по скайпу, если знаете, скайп есть. Игнатий Лапкин. Я тогда скину все ресурсы вам. Даром. Игнатий Лапкин. Ресурсы, которым нету равных мировой сети. Мы строим деревню православную на особых православных обычаях. Я начальник детского лагеря, 48 лет. Нам есть что показать. Миссионерская поездка, 120 тысяч километров, 650 городов, которые каждый я подарил по 38 своих книг, которые вышли. Сделали подарок на 35 миллионов библиотекам. Вам будет очень интересно. Ничего подобного нет в интернете нигде. А тут только голые половины валяются. 95% мусульман. Здесь собрали самые блудливые и трусливые. Согласен. А джон попрятались, алименшики. Да бритые подкаблучники. В точку. Ладно, я подпишусь на ваш ютуб. Ну, заходи. Вас как звать-то? Роман. Роман – это рожденный в Риме перевод. Так что это говорит о том, что ты где-то близок к спасению. Все же там центр был, римская господствующая церковь. Там Павел апостол пострадал, Петр распятый был апостол. Хорошо, понял. Ну, вот так. Самая главная мысль – то, что Иисус умер, распятый, и воскрес для нашего оправдания. По благодати. Даром получает человек спасение. И жизнь его меняется. Вот я в 23 года пришел по Евангелию. А до этого просто верил. Ну, служил в армии, все нормально. А в душе пустота. Мне так много в жизни Бог давал. Я в армии самостоятельно три языка изучаю. Мировые системы. После работы на море. А в душе пусто. Евангелие дали. Через полчаса я был абсолютно другой. Я это искал. А потом начались гонения, тюрьмы, преследования. 26 лет меня гнобили. Я остался живой. Мне 81-й год. Да. И вы зайдете, там увидите государственные кинопильмы снятые. Вот обо мне снятый фильм. Занял первое место на документальных фильмах. А там ничего особо как будто и нету. Но мы строим то, что никто никогда не делал. Все. Проблема, проблема. Какая проблема? Я вот преподаю бесплатно. Преподавал 5 университетов. Одновременно. 13 школ. Всех отделах милиции, воинских частях, заводы и пабрики. И три радиопрограммы еженедельно. И температура меняется. А? Из головы. Канал как еще раз называется? Канал называется «Во свете Библии». Свет от нее падает. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вам не запомнить это. Игнатий Лапкин я запомнил. Запомните. И вы найдете. Если по скайпу, тогда зайдете на меня, там по беседам. Я скину, дам материалы. Материалы не имеют аналога в мировой литературе. Нигде. Все, хорошо, понял. С Богом, Роман. До свидания. До свидания. Мы пришли сюда возвестить волю Божию. Что Иисус умер за грехи людей и воскрес. И всем дарит прощение, какой бы ты ни был, приди. Это была там или блудница, или убийца. Скажи, Господи, прости меня. Ты умер за мои грехи. И ходите в святую и православную церковь. Прости меня, Господи, пожалуйста. Да. Если вас заинтересует это, вы по скайпу. Я сейчас в церковь ухожу. В скайпе называется Игнатий Лапкин. Сестры, не отвлекайтесь. Я Игнатий Лапкин. Город Барнол, Атайский край. Вы в скайпе найдите меня. Я один там с этой фамилией. И у меня канал здесь, самый большой в интернете. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». У меня там 20 850 роликов. 46 миллионов просмотров. Дай вам Бог здоровья. С праздником вас. Спаси Христос. Сестры, вы не теряйте друг друга. Заходите. Я сейчас ухожу в храм, а потом приду, можем встретиться. У вас свете Библии. Да, мы вас уже ищем. Мы, кстати, подписались. Вот он у вас нашел. Вы меня что, подписаны у нас? Нет, мы подписались только что на вас. Ага. Знаете, у вас плохо слышно. Там микрофон далеко, наверное. Да, наверное. Так, берегите себя. Тут люди недобрые собираются. Мужики половина голые. У них ничего нету, кроме блуда. Они никого не ценят. Тут мусульман 95%. У него дома, вот они мусульмане здесь. И я говорю, а вы-то зачем? Поговорить. Кого говорить-то не умеешь? У тебя дома 4 жены? За каждую колым платить. А здесь 44? Голые и даром. И вы южные жеребцы на северных кобылах пашите тут. Ха-ха-ха. Не смейся, она в воду будешь плакать. Ну все. Сейчас вернулись из церкви. Можно нам исповедоваться? Да, можно. Только надо в храм пойти. Оденьтесь прилично. А я в храм ходила. Ну сейчас сегодня начинается масляная неделя. А через неделю Великий пост. 7 недель до Пасхи будет. Я знаю. Сейчас масляничная неделька. Будем блинчить. Ну молодец. Я крещеная. Ну хорошо. Только вы потом платок наденьте. Все как положено. В юбки. Вы можете зайти на наши ресурсы. Мы православные. Строим православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного развода нет. Ни одного аборта. Я пью, курю и ворую. У нас нет этого. Мы с нуля начали. Получили статус. Землю начали строить. Я знаю. Но все равно любой человек хоть раз в жизни это грешил. Вот скажите, что вы никогда не грешили. Неправда. Не поверю. У меня батюшка, с которым я хожу в церковь. Он сам грешил. Ну а причем грехи вашего батюшки, как они ко мне могут относиться-то? Как? Я вообще в общем говорю не к вам. Вот. Мы благовестники. И Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Правильно. Правильно все говорят. Правильно. А вопрос, что вы делаете? Так, что мы делаем? Два ответа вам. Первое. Повеление Господне возвестить о суде Божьем. Что людей ожидает за то, что здесь делается? Вот смотрите сюда. Мы пришли говорить не сами по себе. Не отпущайтесь только. Второе. Господь говорит, нужного врачей имеют больные, а не здоровые. Идите, расскажите людям, что Христос умер и воскрес, что вы покаялись, а жили. Жили для Бога люди. И мы пришли, а Боге говорим. Я уже 8 месяцев здесь нахожусь. Так, подождите. Вы Бога сами видели? У вас далеко микрофон. Что-то плоховато слышно. У вас тоже плохо слышно. Микрофон поближе возьмите себе. Поближе микрофон. Алло. Алло. Да, да, да. Да, да, да. Вот смотрите, когда говорят, мы живем для Бога и так далее. Я окрещена, я верю в это. Так вы это, вы спрятались. Вас головы не видать. Не видать теперь. Вы ушли куда-то. Вот так. Так, что вопрос? Потому что я губки к микрофону пододвинула. Вопрос в чем у вас? Вопрос в чем у вас? Вопрос. Вы так говорите про Бога, да? Ну да, я проповедник, 58 лет. Я с Богом. Я тоже верующая. Базара нет вообще. Ну просто вы его сами лично видели. Просто, знаете, мысли материализуются. Что ты веришь, что и происходит? Написано в Библии так. Бога никто никогда не видел. И мы не должны заходить за пределы, которые Господь открыл. Он явился в Сыне Своем Иисусе Христе. Иисус говорит, я и Отец одно. Евангелие Тиана, 10 глава, 30 стих. И мы поэтому должны молиться не пятикратный намаз, как совершают мусульмане, а совершать семикратный и по сто поклонов после каждой молитвы. Я, кстати, у меня вообще мечта прочитать Коран. Смотрите, на земле живут очень много наций, да? Да, 2896. И поверие. И еще раз, я вас сейчас перебью, извините, пожалуйста. У каждой нации свои поверия. Кто-то видит в Бога, кто-то верит там вот. У кого-то там Библия, у кого-то Коран. Главное, чтобы человек во что-то верил. Вот это самое главное. Да это... Как это? Во что-то? Не во что-то. Ты сам себе Бог. Ты сам себе Бог. Не надо ни в кого-то... Подождите. Подождите. Кто, кого никто не видел. Так, послушайте. Всем и Божьей твари, как говорится. Послушайте. Женщина даучится в безмолвии. Ему много говорить. Это нельзя делать так. Господь говорит, ущи, жене не позволяй. С праздником вас. С праздником вас. Видите? Господь сказал, мы должны это расслышать. И поступить, как Он повелел. Жена даучится в безмолвии. А учить жене не позволяю. Вы должны выслушать. Я вам говорю, это естественное Писание. У вас что-то все мотается там, из стороны в сторону. Не во что попало верить, а надо, чтобы верили в распятого и воскресшего Христа. Он спаситель. За нас кровь пролил. А во что верят-то? Язычники верят в разных предметы какие-то. Солнце, луну. Вы ушли. Продолжение следует...